После экстренного торможения важно обеспечить полный отпуск тормозов и заряд. Для этого давление в уравнительном резервуаре повышают до 6-6,5 атмосфер в зависимости от длины поезда. Затем выжидают от 4 до 6 минут и только после этого начинают движение. Чтобы плавно тронуть с места тяжелый поезд, особенно на спусках, локомотив нужно немного подтормозить. Перед троганием даются два-три толчка отпуска, чтобы окончательно отпустили все тормоза. Наблюдение за состоянием поезда всегда обязательно, а после экстренного торможения тем более. Если какой-нибудь тормоз не отпустил, колодка будет искрить. Это легко обнаружится в кривой. Постоянно надо следить за показаниями манометра. Обратите внимание, вот возможна небрежность поведения машиниста. Ручка крана переведена в первое положение. Если это своевременно не заметить, получится слишком большая перезарядка. В этом случае тормозная магистраль непосредственно соединена с питательной магистралью. Давление в ней и в запасных резервуарах будет равно давлению в главном резервуаре. Естественные утечки и расход воздуха при отключенном компрессоре вызовут падение давления в тормозной магистрали. Воздухораспределители приведут тормоза в действие. И вот вынужденная остановка. Давление в рабочих камерах воздухораспределителей остается большим, поэтому отпуск тормозов дело нелегкое. И перетормаживание здесь не поможет. Часть воздухораспределителей может оставаться в заторможенном состоянии. Без проверки нет полной гарантии отпуска. И вот приходится терять время осматривать состав. Зимой в сильный мороз это, конечно, особенно неприятно. А ведь нужно проверить тормоз каждого вагона и в случае необходимости отпустить его вручную. Если всего этого не проделать, наверняка могут остаться нерасторможенные колеса. В результате скольжения, образования ползунов, разрушить рельс. В довершение всего ползуны могут разрушить рельс. И вот приходится ждать. Срывается график движения, простаивают на линии поезда. Срывается формист. Срывается формист. Срывается формист. Звук формист. необходимо еще провести сокращенное опробование тормозов действие тормозов проверяется по хвостовому вагону с невнимательным машинистом могут произойти и другие неприятности вот например ручка оставлена в третьем положении при котором магистраль отключена от питания при утечках и большом перепаде давления между головой и хвостом поезда это вызовет самопроизвольное торможение в других случаях возможно постепенное истощение тормозной магистрали всего этого не произойдет если внимательно и умело управлять тормозами и конечно тщательно проверять их перед выездом из депо получив у дежурного маршрут мы с помощником сразу же идем принимать локомотив перед выездом из депо нужно провести наружный осмотр тормозного оборудования прежде всего я проверяю положение всех кранов наличие пломб даты проверки манометра потом осматриваю ходовую часть локомотива тормозные колодки воздухопроводы воздухораспределитель устанавливается на равнинный и порожний режимы рычажная передача должна свободно перемещаться в своих шарнирах предохранительные скобы должны быть в порядке валики смазаны и надежно закреплены даже малый шплинт неправильно поставленный может явиться причиной большой неприятности даты мой помощник в это время внимательно осматривает агрегаты в дизельном помещении он проверяет крепление компрессора плотность соединений натяжение ремня вентилятора уровень смазки в картере компрессора смазки мало надо добавить не забывайте закреплять щуп после проверки во время движения он может выпасть утечка масла приведет к перегреву а дальше можно догадаться что произойдет передача в кем-то где-то в кем-то в кем-то в кем-то